И так, берём селёдку, чистим её от костей и кожицы. И всё перемалываем на мясорубке. Ох, люблю это дело. Всё по чуть-чуть, мясорубку, мясорубку, мясорубку. Сырочки наши. Чик, чик, чик. Чик, чик, чик. Чик, чик. Чик, чик, чик. Чик, чик. Чик, чик. Чик, чик. Чик, чик. Чик, чик. Тщательно перемешиваем. И так, наша икорка уже готова. Можно брать и намазывать её на хлебушек. И делать бутерброды. Вот такие бутерброды у нас получились. Очень красивые. Вкусненькие. И... Муж уже съел пару ложек. И вот столько ещё мазанки у нас осталось. То есть, бутербродов можно сделать очень много. Если у вас много-много гостей, делайте такие бутерброды. Они очень дешёвые получаются. Ну, кому как. Кому настоящая икра, кому мазанка. На каждый праздник свой бутерброд. У нас для последневной жизни мы делаем такую мазанку. Мы её очень любим. Она вкусная. Надеемся, что вам она тоже очень понравится. Всем приятного аппетита!